Если у вас есть Библия с собой, давайте откроем книгу Откровений. И мне понравилось то, что сказал брат Фред в последней теме. Нам необходимо научиться открывать Евангелие из книги Откровений. И нам необходимо именно с этой точки зрения рассматривать эту книгу. Давайте мы откроем Откровения, четвертую и пятую главы. И эти две главы связаны вместе. По сути, они являются основанием для последующих видений в книге Откровений. В первой главе Иоанн получает наставление записать все, что он слышит и видит. И разослать семи церквям в Асии. Затем он видит Христа в первосвященническом облачении. Затем вторая и третья главы это вести к семи церквям. А затем четвертая и пятая главы описывают видения, новые видения. И эти две главы, они две части картины. И остальные главы это более детальное раскрытие того, что здесь описывается. И я хотел бы начать сначала с одной цитаты из девятого тома «Свидетельств для церкви». Двести шестьдесят седьмая страница. Здесь говорится о том, что нужно тщательно исследовать пятую главу Откровения. Она имеет особое значение для тех, кто будет завершать дело Божье. Итак, интересная мысль, что эту главу надо хорошо исследовать. И в пятой главе Откровения есть истина. Которую нужно будет понять тем, кто будет совершать служение в последнее время. На протяжении всего лагерного собрания мы говорили о том, чтобы участвовать в служении в это последнее время. Отсюда мы видим, что весть из книги Откровения пятая глава очень важна для нас. Четвертая глава начинается с того, что Иоанн слышит голос, побуждающего посмотреть на небо, и там Он видит Откровения о будущем. Второй и третьей стихи. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуговый круг престола, видом подобное Смарагду». Итак, он унесен в видении на небо. «И что первое он там видит?» «Престол сидящего». «Престол и сидящего». «Престол» — это очень важное слово в книге Откровения. «Это самый важный объект в Откровении». «В Откровении говорится о том, что у Сатаны есть престол». «Также упоминается, что он престол свой Сатана отдает зверю». «У Бога есть престол, который он разделяет с Иисусом Христом». И 22 глава Откровения описывает, как Отец и Христос вместе на престоле. Помните, мы вчера говорили, что общая история книги Откровения — это тема великой борьбы, то есть Сатана борется за контроль, за престол во Вселенной. И вот если мы рассмотрим битву за престол в книге Откровения, сразу же мы можем вспомнить Исайю 14 главу, с 12 по 14 стихи, где Исайя описывает падение Люцифера, и он говорит, что «выше звезд Божьих вознесу престол». И мы видим, как это все разворачивается в книге Откровения. Очевидно, что в небесном дворе кризис. «Достоин ли Бог того, чтобы восседать на престоле? Или же кто-то другой должен занять Его место? На персональном уровне? На экспериментальном уровне? На... Ну и в этом вопрос для нас также. «Кто восседает на престоле нашего сердца?» «Бог на престоле нашего сердца?» «Ирежем?» Мы позволяем Сатане занимать это место. Но как мы видим в 4 главе, престол, сидящий на престоле, радуга вокруг престола. «Радуга» – что символизирует радуга? «Да, это обетование Божье». «Не радуетесь ли вы тому, что престол окружен радугой?» «Всякий раз, когда у нас трудности, может быть, или сомнения, может быть, чувствуем, что грехи овладевают нами?» Помните, что Божий престол окружает радугоподобное смарагду. «Затем Иоанн видит 24 старца вокруг престола». «А затем у нас здесь животные сказано, но вообще это означает «живые существа». «И затем конец 4 главы» – это неописуемая такая сцена поклонения. Итак, это вот общий ход истории здесь. «Давайте теперь к 5 главе перейдем». «Четыре раза в этой главе» «Иоанн говорит «И видел я». Может быть, чуть-чуть будет оно по-другому в русском, украинском переводе. Но в первом стихе, во втором стихе он говорит об этом. В шестом стихе. И в одиннадцатом стихе. Иоанн повторяет «И я видел». «И видел я». Что он видел? Что такого важного есть в этой главе? Что Эллен Уайт говорит, что нам нужно глубоко исследовать. Потому что она очень важна для тех, кто будет завершать Божье дело здесь на земле. Итак, Откровение 5. С 1 по 3 стих. «И видел я в деснице, усидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть свою книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть свою книгу и посмотреть в нее». Итак, когда Иоанн всматривается в видение Божьего престола. Что он видит в деснице или в правой руке, усидящего на престоле? «Книгу», наверное, более правильный перевод – это «свиток». И в какой руке? «В правой руке». Правая рука – это знак Божьей власти, знак Божьего благоволения. И когда Иоанн видит там этот свиток в руке, «Затем он видит ангела сильного», который провозглашает «Кто достоин раскрыть свою книгу и снять печать ее?» И какой ответ в третьем стихе? Никто не мог. Никто не достоин. Конечно, здесь много вопросов возникает. Что это за свиток? Мы отмечаем то, что он с семью печатями скреплен. И исписан он внутри и снаружи. В дни Иоанна, если был папирусный свиток, то обычно писали на нем с одной стороны только. Из-за того, что волокна папируса, они так были составлены были. Что обычно можно было писать с одной стороны. Но здесь сказано с двух сторон. То есть, другими словами, он весь исписан. Не было уже там места, где можно что-то записать. И затем запечатано с семью разными печатями. И в шестой главе описывается, как снимаются эти печати. Хорошо, но что же это за книга или свиток? Есть интересные две ветхозаветные ссылки, которые могут нам чуть-чуть подсказать, что это за свиток. Давайте мы перейдем к книге пророка Иезекииля. Иезекииля, 2 глава. 2 глава, 9 и 10 стихи. Иезекиил получил свиток. Не такой, как в Откровении. Но здесь есть сходство. Видите, что это говорит в 9 и 10 стихе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мной. И вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем, «Плачь и стон и горе». Обратите внимание, этот свиток тоже исписан внутри и снаружи. И чего он полон? «Плачь и стон и горе». И когда мы теперь размышляем о книжке или о свитке, сидящем на престоле, очевидно, что вот то, что он исписан внутри и снаружи, возвращает нас к Ветхому Завету, Иезекиилю, и там тоже мы находим свиток, исписанный внутри и снаружи. Давайте теперь книгу пророка Иеремии открываем. 32-я глава. И в 32-й главе Иеремии мы видим здесь, что Иеремия покупает землю прямо перед разрушением Иерусалима. И он получает этот документ на землю, на право собственности. Иеремия 32-10. И записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. Итак, он купил землю это было символично, потому что этим он проявил свою веру в то, что Бог будет верен своим обетованиям. И затем эта купчая была запечатана, и она была помещена в глиняный кувшин. Давайте теперь вернемся к 5-й главе Откровения. Если мы примем вот эти значения свитка и эти ссылки на Иеремию, и применим их к этому свитку, то самое лучшее объяснение этого свитка очевидно, что мы понимаем, что это свиток, в котором записана участь людей. Она содержит, этот свиток содержит в себе и историю, и будущее человечества. В 12-м томе опубликованных рукописей, на 296-й странице, Эллен Уайт поддерживает это библейское учение. И она говорит, что этот свиток содержит в себе историю, описывающую Божьи провидения. Влияние народов и то, как Бог действовал в отношениях с людьми. Итак, этот свиток, исписанный внутри и снаружи, так, что уже нет места в нем, описывает будущее и историю человечества. Там записаны решения. У меня вопрос тогда к вам, друзья. Если бы история вашей жизни была записана, были ли бы там главы, наполненные печалью и горем? Или, может быть, если по-другому задать вопрос, если бы все ваши мысли и действия были записаны, хотели бы вы вытереть что-то из тех записей? Конечно, мы хотели бы. Но вот книга, в правой руке, в деснице сидящего на престоле, написана печалью, там история и будущее наций и отдельных личностей. Например, в книге «Наглядные уроки Христа», на странице 294, Эллен Уайт говорит, решение иудейских лидеров распять Христа, записано в книге, которую Иоанн видел у сидящего на престоле. Итак, вы видите, что в этой книге записана судьба, по сути, человечества. И у небесной власти, очевидно, кризис. Там задается вопрос, кто может открыть? Или, другими словами, кто может переписать историю человечества? Кто может изменить вашу историю? И ангел восклицает, кто достоин? Какой ответ? Никто. Иисус, Братья и сестры. Если бы на этом был конец, это была печальная история. Но в Откровении Евангелие открывается. Аминь? Аминь? Знаете, в Норвегии, когда проповедуешь в Норвегии, можно мысли такие поднимать, которые душу переворачивают. И никто ни слова не говорит. Это норвежцы. Но вы, вы же украинцы и россияне. У вас же сердце. Нет? Да. Аминь? Если бы на этом история закончилась, то это была бы плохая весть. Но заметьте, что происходит. Четвертый стих. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Итак, какой отклик у Иоанна на это все? Он плакал. Но он не просто плакал. Он много плакал. Очевидно, на взрыв. Очевидно, что кризис на небе. Кто спасет человечество? И он плачет. И он плачет. И он плачет. И затем ангел переходит к нему и говорит ему перестань плакать. Потому что есть здесь кто-то, кто может открыть книгу. Пятый стих. И один из старцев сказал мне не плачь. Вот левый с колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печати ее. Итак, он говорит, перестань плакать. Есть кто-то, кто победил? Кто одержал победу? И как описан этот славный победитель в пятой главе? Два образа здесь. Какие два образа? Левый с коленой Иудина. Помните, еще в книге Батерина, Битие, обетование, лев. И еще какой образ? Нет, пятый стих. Корень Давидов. Это Исаия, 11 глава. Это опять же ссылка на Мессию. Для нас очень важно понимать, что и левый с колена Иудина и корень Давидов это символы царственной власти. И Иоанн слышит, что кто-то победил, кто-то одержал победу, кто-то превозмог. И это лев. Это корень Давидов. Это царственный Мессия. И затем он смотрит. Он видит этого всемогущего победителя. Он поворачивается. И он хочет узнать, кто может спасти человечество. Шестой и седьмой стих. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Итак, посреди престола, посреди животных или живых существ. В центре прямо. Кого он видит? Лэм. Лэм. Агнец. Как бы заклонный. Так, то есть он как бы видит, что он заклонный. Конечно, заклонный Агнец это символ Иисуса Христа. И это здесь представлено спасение. Но вот очень важная мысль, друзья. Иоанн слышит, что это колено, левый с колено Иудина. Он слышит корень Давидов. Он ожидает, что вот царственный победитель будет. Он поворачивается и он видит заклонного Агнеца. Что это значит, друзья? Это указывает на то, как Бог руководит. Божий авторитет, Божье царство основано на принципе самопожертвенности. Образ льва вдруг сравнивается с образом заклонного Агнеца. Это говорит о том, что Бог царь, но Он царствует посредством самопожертвенной любви. И Его сила, Его власть заключается в том, что Он готов отдать Себя полностью, совершенно. Каким образом, тогда каким образом этот Агнец одерживает победу? Он одерживает победу тем, что готов отдать свою жизнь. У нас нет времени, чтобы детально это все исследовать, но, братья и сестры, так и Божий народ должен побеждать. Помните, Откровение 12.11. Там говорится о падении Сатаны. И там сказали, что они обрели его, это говорит о тебе и я, и там сказано, что они победили его, то есть мы с вами. Они победили его как? By the blood of the Lamb, кровью Агнца, и словом свидетельства своего. И не возлюбили не возлюбили не возлюбили что? Their souls. And they didn't love their lives unto the death. In other words, то есть не возлюбили души или жизни своей до смерти. They were willing to follow Christ even unto death. То есть, другими словами, они копируют по сути Агнца. они готовы отдать себя. The total self-sacrifice, the total self-sacrifice, in the life of Christ, как это видно в жизни Христа, becomes manifest in his followers. Но теперь это проявляется в жизни его последователей. Их могут отдать насмут. Но так они побеждают. The world conquers through brute force and power dominion тем, что доминируют один над другим. Но Божий народ побеждает самопожертвенной любовью. Потому что так побеждает Агния. Так Бог действует. Он правит так. И вот в истории Сниги Откровения Божье Царство открывается благодаря самопожертвованию Иисуса Христа. в его жизни и его смерти и его воскресенье всем этим он завоевал право переписать историю человечества. И мы читаем в седьмом стихе он пришел и он взял эту книгу из десницы сидящего на престоле. Он имеет авторитет, власть переписать нашу историю. в рукописи номер 50 за 1900 год Эллен Уайт пишет следующее. Сказано, что он взял мир, над которым Сатана захватил и представлял его как свою территорию. и отдав свою жизнь и он вернул все человечество Богу. Песни Победы звучали снова и снова по всем мирам. О чем она говорит здесь? Что Христос одержал Победу. Он вырвал этот мир из рук сатаны и отдав себя свою жизнь он вернул все человечество к Богу. Что это значит? Я не знаю полноту этого. Но о чем здесь говорится? Что Христос благодаря Своей самопожженой смерти восстановил человечество вернул его Богу. О чем здесь не говорится? Здесь не говорится о том, что все будут спасены. Здесь не говорится о том, что теперь нам не нужно делать выбор. Но здесь говорится о том, что Бог на Кресте сделал что-то для каждого человека приходящего в этот мир. И взяв эту книгу из руки сидящего на престоле открыв печати он показал, что он может переписать историю человечества. И он переписал историю человечества. И мы с вами нам не нужно переживать, чтобы самим переписывать историю. Но когда мы верим в то, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе, мы понимаем, что Бог дал нам новую историю. Это история Иисуса Христа. И в 9 стихе, в 8 и 9 стихе и 10 сказано, «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные эфимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, когда он видит престол, четыре живых существа, затем 24 старца, они падают и поклоняются Иисусу Христу. И песнь звучит какая? «Достоин ты». Помните, вопрос был задан, кто достоин? И кто достоин? Иисус Христос достоин. И Он единственный достоин нашей хвалы, прославления, чести. Почему Он достоин? Он достоин взять книгу, снять с нее печати. Почему? Потому что ты был заклан. И он кровью своей искупил нас Богу. Из всякого колена, языка, народа, племени. И соделал нас царями, или их царями и священниками Богу нашим. Друзья, что что же Бог сделал для нас? Он переписал нашу историю, полностью изменил ее. Он дал нам новую историю благодаря Христу. И более того, Он соделал нас царями священниками. Есть автор такой по имени Си Эс Луис. Он жил в Англии, он уже умер, конечно. Он христианин был, и он много книг написал в защиту христианства. Он писал также книги для детей. Но его самые лучшие книги это защита христианства. И в одной из книг он говорит, что нет личности common. Никак индивидуум common. Что он говорит это. Он говорит что когда мы имеем дело с людьми нет людей простых каждый особенный и мы имеем дело с бессмертными что он имеет ввиду бессмертными что каждый человек с кем мы встречаемся потенциально может жить с Иисусом Христом как священник во всю вечность каждый человек был выкуплен Иисусом Христом относимся ли мы также к людям приведу пример такой личный есть магазин там недалеко где я живу один такой большой продуктовый магазин и когда заходишь туда там обычно мужчина или женщина приветствует если вы хотите что-то вернуть то они наклеечку наклеивают на этот товар чтобы ясно было что вы не украли и затем вы идете туда к к кассе возврата и там один высокий такой мужчина работает его зовут Боб и он инвалид немного одна из его рук не действует так полностью и нога тоже и однажды я пришел туда возвратить покупку а он говорил с женщиной просто говорил просто говорил как дела хорошо я спешил а он просто говорит я стоял там ждал я ничего не говорил так что можете не думать обо мне плохо я стоял и ждал и я слышал разговор и он говорил с этой женщиной о том как он искал работу но из-за того что он инвалид ему тяжело найти работу и затем он начал рассказывать как они с братом играли на пожарной лестнице где-то там какое-то высокое здание там 8 лет ему было он был здоровый мальчик и когда они залезли где-то на уровне второго этажа он упал и он упал на голову и он повредил мозг и отсюда инвалидность в результате этого падения внезапно я я знаете мне так жалко его стало да говори говори у меня целый день я никуда не спешу когда я больше узнал о его жизни у меня все поменялось понимаете у каждого из нас есть переживание у каждого человека с которым мы встречаемся есть Иисус знает историю жизни каждого и он спас каждого и он берет эту книгу он достоин живые существа старцы падают перед ним говорит достой нагнет 11 и 12 стихи и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев и число их было тьмы теми тысячи тысяч которые говорили громким голосом достой нагнет заклонный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение и мы видим что не только животные и старцы но много ангелов вокруг престола присоединяются и затем 13 и 14 стихи и всякое создание находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все что в них слышал я говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков и четыре животных говорили аминь и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков какая сцена богослужения мы можем участвовать в этом богослужении когда мы понимаем что Иисус сделал для нас и это настолько важно в книге откровений когда Иисус совершает служение первосвященника нашего мы видим что история это откровение концентрируется на его жертвенной смерти Христос таким образом навсегда запечатлел Голгофу и во всю вечность будут вспоминать его жертву ради нас в первом томе избранных вестей на странице 343 Эллен Уайт призывает нас размышлять над тем что Иисус сделал для нас она говорит нет такого греха соделанного человеком за который не было заплачено на Голгофе крест постоянно призывает нас вернуться крест постоянно дает нам прощение и очищение но затем она говорит что многие из тех кто называет себя детьми Божьими не понимают этого она говорит что нам нужно перестать смотреть на свою историю какая бы она ни была хорошая или плохая и смотреть на историю Иисуса Христа нам нужно отвернуться от себя и смотреть на Христа и затем она говорит тысячи и тысячи заявляющие что они дети Божьи на самом деле являются детьми противника Его как это тысячи и тысячи которые говорят что они дети Божьего на самом деле являются детьми противника Божьего как это может быть и и дальше в этом же предложении она дает пояснение она говорит потому что они полагаются на собственные дела братья и сестры единственное на что мы можем полагаться это на праведность Иисуса Христа Он один достоин Он единственный на небе и на земле кто достоин и Он победил и Он взял книгу и Он переписал вашу историю и мою историю хотите ли вы этого, друзья? хотите ли вы новую историю жизни своей? историю жизни Иисуса Христа Дух Порочества говорит, что пятая глава Откровения очень важна для тех кто будет в последнее время совершать служение почему настолько важна? потому что оно показывает нам что книга в руке сидящего на престоле книга, которая будет использоваться на суде ваша страница в этой книге может быть переписана Иисусом Христом и моя страница может быть переписана и Он в центре нашего прославления и хвалы достоин агнет заклоны принять честь и славу и силу и благословение аминь и аминь давайте будем молиться Небесный Отец мы прославляем Твое имя за то, что в жертве Иисуса Христа Ты открываешь истину о Себе Отец, я прошу, чтобы то, что окружает наше сердце тот мрак, который может окружать наше сердце исчез благодаря свету, исходящему от Христовой любви помоги нам со смиренными сердцами изучать то, что Иисус сделал для нас помоги нам постоянно полагаться на Его ходатайство и на Его смерть ради нас во имя Его мы просим аминь